Включить звук. Дорогие друзья, всем добрый день. Рады вас всех видеть, слышать, располагайтесь поудобнее. Сегодня мы продолжаем нашу запланированную онлайн-выставку университетов Китая. На прошлой неделе, в прошлую пятницу мы проводили с представителями университетов Шанхая и Ченду. Сегодня у нас будут такие университеты, как город Нанкин, Нанчин Vocational University of Industry Technology. Второе – это Тензин University of Technology, город Тензин. И третье – это North Western Polytechnical University, город Сиань. Будет представителем и спикером наша Индира. Она же является и в свое время поступала через нас, в нашу компанию China Land Global на обучение в Китае. Училась на Нанкине. Она же является сейчас главным менеджером образовательного центра China Land Global. И она же является выпускницей Нанчин Vocational University of Industry Technology. Будет проводить на русском языке, поэтому будет масса интересной информации. Те, кто сейчас находится у нас в прямом эфире в Инстаграм-аккаунте, я вам скидываю ссылку на участие в Zoom-конференции. Отправил, добавляйтесь и подключайтесь к Zoom-конференции, где будет как раз онлайн-выставка трех данных университетов. Еще раз повторюсь, на русском языке. Презентация подготовила для нас Индира. Сегодня я буду выступать в качестве модератора. То есть я после своего уступительного слова передам слово Индире, где она будет как раз презентовать свои подготовленные университеты, презентацию и в целом речь. Продолжение следует... То напишите нам в директе, либо на мой WhatsApp-номер. Я вам скину также ссылку на Zoom-конференцию. 8 747 133 57 86. Отправить. Там находится наш WhatsApp. Я отправляю вам ссылку на Zoom-конференцию. Все те, кто просматривает данный эфир в записи и не смогли просмотреть всю презентацию в Zoom-конференции, то вы можете, мы постараемся точнее сохранить у нас также YouTube-канале. Если нет, то вы можете получить живую консультацию в наших офисах в городе Алматы и городе Носултан. Напишите нам в директе, мы вам отправим наши адреса, где они находятся. Либо мы можем индивидуально также в дальнейшем сделать живую, так скажем, консультацию через Zoom-конференцию с нашими ведущими менеджерами. То есть вопрос решаемый, поэтому будьте с нами, решайтесь. Уже скоро заканчивается текущий год, наступит новый. Необходимо уже определяться, куда дальше подавать документы, зачисляться, на кого поступать, на какой язык обучения, на какую специальность, какой город, либо университет. Поэтому мы сейчас как раз предоставляем такую возможность для вас в виде ассортимента, либо выставки, чтобы вы могли иметь представление, какие есть города, университеты, локации, гранты, необходимые документы, требования и тому подобное. Вот как раз в сегодняшнем на нашем онлайн-выставке университета в Китае 2022 года, в котором, еще раз повторюсь, будет спикером Индира. Поэтому берите ручки-блокноты, записывайте все основные вопросы, которые у вас будут, будьте с нами и будьте до конца. Спасибо. Так, Индира, я передаю вам дальше. От модератора к организатору. Так, вот и у нас участники. Индира Идрисова. Сделать организатор. Все. Не знаю, попробуйте пока. Подключайтесь. Все равно сейчас получается, все подключаются только. Что у нас у нас? Друзья, если у вас будут еще какие-то моменты, надеюсь, технически все слышно, видно, ставьте лайки. Слышно, видно, ставьте лайки. Подключайте в конференции. Подключайте в конференции. Все, я вас покидаю, передаю слово Индире. Все, я вас покидаю, передаю слово Индире. Всем добрый день. Да, всем добрый день. Здравствуйте, у вас вышла, Дина. Это мой главный. Сейчас, чуть позже включу вам свой слайд. Если кому-то не видно, не слышно, пожалуйста, напишите в чате. Возможно, проблему могут быть тоже с моей стороны, потому что там, допустим, не включилось звуки и так далее, чтобы сейчас уже исправить. Смешаю сразу экран. Продолжение следует... Возможно, как я вам вопрос лично. Продолжение следует... работает сейчас вот показывает должно показывать демонстрацию экрана получается приветствие немножко возможно будет опаздывать эта проблема уже как с интернетом да немножко там на 2-3 секунды задерживается демонстрация экрана немножко подождите отлично отлично вижу давайте начнем наверное да всем добрый день спасибо всем сегодня кто присоединился сегодня выходной день надеюсь вы спались до 12 говорю добрый день для кого-то доброе утро да особенно для ребят которые находятся в россии студентов из россии на сегодня я буду презентовать вам три университета и начала хотела бы рассказать о себе меня зовут янтира я вот поступала через чайна глобал когда-то 2018 году на языковой код в нанкин и найти дальнейшем я как раз буду рассказывать также об этом университете и сейчас я являюсь части этой команды частью команды чайна глобал и вся дальнейшая информация будет на моем личном опыте а также наблюдение надеюсь что данная онлайн-выставка для вас будет очень полезной по крайней мере мы с этой целью и организовали данную выставку если у вас будут какие-то вопросы вы пожалуйста пишите в чат и в конце я постараюсь ответить на все ваши вопросы хорошо также хотела бы сказать что данные и 5 будут записываться то есть потом еще дальнейшем вы можете посмотреть на youtube-канале я думаю многие студенты камеры меня уже знают я консультировала вас как раз и как раз я расскажу вам подробные подробнее о программах какие документы требуются в дальнейшем и как раз о плюсах и не скажем так специфики университета да так сегодня я представляю вам три университета каждый находится в разных городах это у нас нанкин сиянь и тензин первый университет это нанкинский профессиональный университет промышленных технологий и найти а желательно запоминать название вкратце потому что ну во первых это долго произносится да там нанкинга конечно и так далее и дальнейшем я также буду говорить вкратце то есть первое это найти второе это энпи ю северо-западный политехнический университет который находится в сияне и третий это тензинский технологический университет который находится в городе тензин вкратце будет тут да извините сейчас давайте я напишу дентам кто-то хочет подключиться чем зим-конференцию видимо не успевает так давайте начнем на первую очередь это карта китая то есть где что находится там многие не знают какое там расположение да говорят в основном я хочу на юг но какие города на юге тоже как бы не знает и сейчас чтобы в целом понимали где что находится какие есть рядом города и где север где так запад китая а первый университет у нас будет город нанкин надеюсь здесь видны мышки которые показывают город нанкин находится в провинции джан-су рядом вы видите город шанхай я думаю этот город очень многие знают этот город портовый город мегаполис огромный и от шанхая нанкин находится в двух часах езды буквально на скоростном поезде все это очень хорошее расположение и на канюку вы также можете поехать в тот же самый шанхай или же ханчжоу также известный город среди студентов ханчжоу а ну ханчжоу и нанкин они в целом похожи вот второй университет у нас будет в сияне северо-западе у россиян провинции шанси сияне тоже многие знают данный город благодаря терракотовой армии и 3 университет у нас который находится на севере это город тяньцзинь вообще я обожаю этот город и чуть позже я объясню почему и почему туда стоит поступить если вы хотите учиться именно на севере китая тяньцзинь находится буквально на 30 минутах от пекина 30 минутах езды на скоростном поезде если на автобусе это где-то занимает час час с половиной примерно это совсем недалеко а также тяньцинь находится неподалеку от города далее цинхуандао это удаляна нас тоже портовый город это такое скажем так европа в китае уже такой дорогой город и как раз также вы можете поехать да вот на летних каникулах или же на зимних каникулах в эти города то есть это очень хорошее расположение и от пекина да то же самое и также там очень много программ с видами грантов а это как бы самое главное для многих студентов надеюсь всем все было видно давайте начнем с города нанкин и так нанкин является десятикратной китайской столицей и нанкин с перевода китайского означает южная столица то есть он был столицей на протяжении шести веков был крупным центром культуры и образования в китае и на сегодняшний день нанкин также является государственно важным городом он еще входит в список великие древние столицы китая то есть в этот город постоянно влаживаются деньги да то есть город развивается но при этом нанкин остается таким умеренным городом спокойным студенческий город опять-таки и соответственно он рассчитан на студенческий кошелек недорогой город если юг китая то нанкин это идеальный вариант в плане опять-таки проживание гранта расположение манкин это просто очень хороший вариант и сегодня нанкин также является центром исследований транспорта и имеет два университета кстати говоря признанных лучшими по оценке qs world university ranks это получается университеты мирового ранга то есть это нанкинский университет и юго-восточный университет вот допустим найти как раз таки находится буквально рядом с нанкинским университетом все буквально находится рядом город считается одним из лучших для проживания и обучения в китае благодаря чистому воздуху и в целом благоприятные экологические ситуации но ни для кого не секрет многие переживают как там с экологии говорят там что там смог многие конечно смотрелись с пекина и опять-таки это немножко стереотипы да то есть там в китае очень много смога как говорится там не знаю солнце не видать но это все стереотипы опять-таки китай знает свои проблемы и таки то что есть проблема экологии и старается это улучшить и каким образом это делается соответственно зелень да очень много зелени деревьев и знаете вот за год обучения я в целом не заметила вообще смога и такого у нас не было проблем с экологией не знаю даже шанхай буквально находится рядом да но по крайней мере вот смога вообще не наблюдалось по крайней мере во время когда я вот обучалась на языковом курсе и как я уже говорила ранее нанкин является студенческим городом рассчитаны на студенческий кошелек и на юге китая вот нанкин вот такой город скажем так золотая середина именно вот на юге китая то есть он и недорогой город спокойный то есть располагает к обучению а также город развивается нет на самом деле огромный плюс то есть это не просто провинциальный городок он является да вот опять таки из-за того что это великая древняя столица также это это означает то что нанкин посещать очень много туристов и для того чтобы им соответственно не было скучно там постоянно развивается инфраструктура все делается для людей и также очень много достопримечательностей 2019 году вот как раз когда я проходила языковой год это был второй семестр а я помню номер один по китая по достопримечательностям позволяет соответственно помимо учебы посмотреть новые места и развеяться в городе на досуге но за год на самом деле я вот не обошла весь нанкин потому что там все делается в огромных масштабах то есть это огромные территории и даже за год на времени хватило чтобы обойти весь нанкин и посмотреть достопримечательностям и здесь я указала диалект у тихо и на дихо а почему вот здесь я делаю акцент потому что опять таки многие спрашивают говорят что на юге китая у них есть свой диалект на севере свой диалект такое есть но опять таким это когда уже вы разговариваете с местными китайцами ну скажем так это более такие взрослые люди бабушки дедушки да у них есть свой диалект но именно вот и в основном даже пошелые люди разговаривать на пу тунха немного на тихо но это не совсем так отличается даже в отличие от шанхае кстати тоже есть свой диалект он отличается кстати немножко 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 там допустим сложно понять но также тут нужно понимать то что в университетах все учителя разговаривают на пу тунха в этом плане вам не стоит переживать ну единственное да немножко такой казусный момент может быть когда когда вы же выйдете за пределами университета уже будет разговаривать совместными жителями возможно где-то что-то в университетах обучение проходит на пу тунха и в целом это целое представление о городе нанкин конечно очень много всего хочется рассказать но не будем занимать как бы много времени а давайте сейчас посмотрим видео про нанкин вообще видео конечно длится 10 минут но думаю 5 в целом хватит хотя бы для того чтобы вы сейчас имели представление о городе а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, думаю, в целом достаточно, наверное, чтобы вы в целом понимали, да, насколько это масштабный город, казалось бы, да, это вот исторический город, но при этом сейчас строятся опять-таки новые здания, и да, потому что Нанкин это как бы немножко скучный город, да, но на самом деле это не так, как вы могли заметить по видео, там очень много мест, куда можно сходить, опять-таки ночная бурная жизнь, то же самое в Нанкине, то есть все удобства на самом деле для студентов есть, есть где погулять, спокойная атмосфера, не все дорого, вот, очень доступно. И давайте расскажем немного о Нанкине. Климат, конечно, наблюдается все четыре сезона в Нанкине, то есть буквально вот отчетливо различимый, жаркие летние месяцы с июля по сентябрь. Нужно отметить, да, что в целом в Китае, получается, лето, оно не только жаркое, но и влажное, то есть первое время будет тяжело, потому что, ну, вы как будто постоянно находитесь в парилке, и еще к этому добавляется специфический запах еды, и первые два месяца, да, в Китае очень тяжело, и желательно, конечно, поступить во все это, да, поступить на языковой год. Почему? Потому что это, во-первых, для вас адаптация, ну, во-вторых, знакомство с китайской культурой и с китайским языком. И стоит понимать, что Китай – это вообще другая культура, это другая жизнь абсолютно, и как раз языковой год, он дает вам адаптацию, собственно, первое время, да, то есть через два месяца, поверьте мне, лучше китайской еды не найдете, это точно. Китайская еда, она настолько разнообразная, настолько древняя, очень вкусная, на самом деле. Зима длится с декабря по март, также стоит отметить, что, да, в Китае, ну, холодно, но не потому, что там ветрино, да, или там очень много снега, а просто потому, что нету центрального отопления. В целом, 80% из ста в Китае нету отопления, отопление в основном только на севере Китая. А зимой как справляется? Ну, там есть кондиционеры. Зимой все используются кондиционеры, но из-за того, что, во-первых, влажно, да, даже зимой, а во-вторых, стены холодные, опять-таки, из-за того, что нету отопления, ну, вот именно вот в январе, феврале очень холодно. Но в целом, благодаря тому, что зима длится не так долго, весна и осень мягкие и приятные, да, это, получается, знаете, такой бархатные месяцы, где уже можно ходить в летних кроссовках. Весна наступает быстро, ну, и в целом осень очень красивая будет в Китае в целом, как раз тоже цветут сакуры. У вас есть такая возможность, да, то есть не ехать в Японию и все это посмотреть в Китае. Даже китайцы любят французское дерево любви, можете потом посмотреть, что там какая история, это очень красиво. И китайцы любят такому подобию, и опять-таки, из-за того, что, во-первых, они улучшают экологию, не просто там посадить дерево, да, а именно такие символические деревья, чтобы было все красиво. Ну, китайцы такое любят. Ну, чтобы, как говорится, все делается там для людей, собственно. Средняя температура января и июля составляет около 5 градусов. Да, но ночью, конечно, можно опуститься до минус 10, а так, в целом, зима, она не такая суровая, допустим, как у нас здесь на севере. Летом 28 градусов, да, выше. Ну, где-то, может быть, 30-35, но из-за влажности, да, действительно, летом очень жарко. Поэтому здесь тоже, на самом деле, нужно это все учитывать. Особенности расположения университета. Это вообще касается всего Китая, это везде так. Университеты, в целом даже музеи, они занимают очень много гитаров, да, то есть очень много территории занимает, это большая территория. И, соответственно, именно по этой причине они находятся в конце города, то есть не в самом центре, а в конце города все в одном районе. Там даже есть, в Антене есть вешенду, то есть что означает улица студентов, вот. И кроме университетов культуры и дизайна, кроме этих университетов все остальные находятся где-то вот в конце города. Почему так? Получается, ну, имейте в виду, кроме вот университета культуры и дизайна, да. То есть китайцы говорят, для тех, кто учится, опять-таки, на дизайнера, вот культуры и так далее, архитекторы, для них всегда нужно вдохновение, нужны какие-то новые здания для того, чтобы они вышли, попали на старые улицы Китая. И именно для них вот сделали так, чтобы их университеты находились в центре города. А инженеры, там, технари, они все туда, получается. Ну, дальше. Дальше. Соответственно, здесь у нас, так как находится далеко от центра города, туда добираться минут 35-40 на метро. Да. Ну, это, конечно, так громко сказано, на самом деле, быстрее доезжать, я просто так, скажем так, немножко утрированно написала. Ну, где-то минут 25-30, примерно так. Там в Китае есть метро. Метро стоит от 4 юаней до 15 юаней. Ну, это, опять-таки, зависит от расстояния, которое вы проехали. Если говорить об автобусе, то автобус, ну, куда бы вы ни ехали, это стоит 2 юаней. То есть там 2 серебряных юаней по одному вы по нему можете оплачивать, или же по ЧУАР-коду, ну, ребята из Казахстана, думаю, знают, да, как это. Оплата как Каспий. То есть вы отсканировали и все оплатили. Университеты Нанкина в основном готовят IT-специалистов, инженеров и масс-медиа. Это вот основное направление в Нанкине. В Нанкине очень много инженеров, очень много специалистов по сфере еще IT. Ну, в основном в Китае есть такая специфика, что они готовят определенных специалистов. На территории университетов все удобства. Вот почему, собственно говоря, территория занимает очень, ну, большую территорию, да, занимает тысячи гектаров. Это потому что в Китае очень большая такая конкуренция, да, потому что у них очень много народу, соответственно, большая конкуренция. И они прямо с утра до вечера учатся. И для того, чтобы студент не отвлекался там, что-то не искал дополнительно, да, все это находится на территории университетов. То есть, получается, общежития, столовая, парикмахерская, ателье, магазины, химчистки, это все на территории. Соответственно, это занимает очень много мест. Именно поэтому университеты просто такие огромные. Там есть общежития для иностранных студентов и отдельно, получается, для китайцев. Вот просто многие спрашивают, допустим, а где я буду жить, а где находится общежитие, общежитие находится как за городом, мне надо будет ехать. Нет, в основном в Китае все общежития находятся на территории университетов. Если говорить про столовые, в Нанкине, в данном университете, в столовые, просто их 4. В других университетах то же самое. Опять-таки, это из-за того, что очень много студентов, не было столпотворений. И по еде есть не только китайская еда. Опять-таки, учитывается то, что учатся иностранные студенты, и для них есть разнообразная кухня. Ну, европейская, азиатская, какую хотите, собственно. Давайте теперь перейдем к университету NIT. Нанкинский профессиональный университет промышленных технологий. Я вот как раз-таки училась в NIT в 2018-2019 годах. Когда я училась, NIT был еще и Сюэйюэн. Это означает институт. Сейчас Нанкин, то есть с 2020 года, официально стал университетом. Один из старейших учреждений высшего профессионального образования в Нанкине. Он был построен когда-то революционером. И сейчас он является как бы то колледжем, где лучше проходить языковой год. Как вы видите, университет был основан в 2018 году в качестве профессионального училища. То есть многолетняя история в данном университете. И Нанкин, он постоянно развивается. И вот одним из достижений является в Национальном демонстративном высшем профессиональном колледже и пилотным подразделением школы талантливых профессионалов в провинции Жен-Су. Что это именно дает университетам? Им дает возможность это участвовать на выставке специалистов. Соответственно, на этой выставке могут участвовать не все университеты, а только те университеты, которые действительно готовят специалистов талантливых, которые что-то постоянно новое придумывают. И именно у NIT в Нанкине есть такой доступ. То есть их студенты могут официально участвовать на этой выставке и прямо там же на выставке получать приглашение на работу и на собеседование. То есть это на самом деле Нанкине, именно вот этот NIT всегда развивается. И один из показателей того, что он был институтом, а сейчас стал университетом. Стоит отметить, что университеты в Китае поддерживают опять-таки правительство. То есть постоянно вкладываются в университеты деньги, а также здесь очень много профессиональных преподавателей. NIT входит в пятерку лучшего профессионального колледжа в Китае. Внимание, не только просто в Нанкине, а в Китае. То есть это вообще такой показатель на самом деле. И опять-таки причина, почему стоит выбрать обучение именно по NIT. NIT, кстати, основный фокус делать на языковый год для начинающих. И по итогу года студенты обычно набирают HHSK четвертый уровень. Но во всех университетах, во многих университетах стоит отметить то, что студентов готовят к HHSK третьему, не четвертому. К четвертому обычно студенты готовятся сами. Или же, если это государственная программа, допустим, 1 плюс 4, в таком случае, да, уже готовят к четвертому и пятому уровню. Если это обычный языковой год, то третий уровень. К четвертому, как я уже сказала, готовятся студенты самостоятельно. Но если в NIT вы скажете преподавателю то, что вы готовитесь к задаче HHSK, и преподаватели всегда пойдут к вам навстречу и также могут предоставить вам дополнительную информацию. Также NIT считается лучшим учебным заведением для изучения китайского языка по городу Нанкин. Это действительно так. Я даже сама читаю, что NIT вообще в этом плане очень хорошо преподают. Там действительно очень хорошие преподаватели, хорошо разговаривают на английском языке. Даже после первого семестра университет устраивает онлайн-опрос для студентов. Получается, опросник — это учителей, соответственно. То есть как они преподают, где их минусы, где их плюсы. Это не просто тогда у вас спросили, как они преподают. Они действительно обращают на это внимание. И если учитель не справляется с преподаванием или тем, кто даже просто скучно на уроке, то они, получается, заменяют учителей. Это все делается для того, чтобы вам урок был интересен и понятен. И для того, чтобы учителя тоже не расслаблялись. Ну, конечно, когда вы будете давать оценки, не стоит перегибать палку. И стоит учитывать то, что учителя тоже дают вам оценки. Давайте посмотрим видео. Не скажу, что видео очень хорошего качества, но это показывает именно территорию Нанкина в целом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее давайте переходим к программе. Какая программа есть в Нанкина? Как я уже ранее говорила, Нанкина основной фокус делает на языковой год для начинающих уровней. Стоит отметить то, что, ну, как у нас студенты говорят, да, я не знаю китайского языка, как в целом будет проходить обучение. В первое время обучение будет проходить параллельно с английским языком. Не нужно знать английский, прямо, не знаю, на уровне носителя или там, сколько-то по уровням, да. Базовые слова вам в целом достаточно. Где-то месяц будет перемешку. То есть там начинается с пьяни, да, обычные там буквы и так далее. То есть не так сложно и все понятно. Я не знаю, как удается преподавателям настолько доносить, вот уметь доносить студентам, хотя ты вообще не изучал китайский язык, ты не знаешь. Но, по крайней мере, через где-то две недели мы уже понимали, из чего состоит китайский язык, как пишутся в целом иерогольфы, которые первоначально выглядят просто как огромные страшные рисунки, вот непонятные. Но через две недели мы уже понимали, что да как. И я думаю, конечно, все это благодаря опять-таки преподавателям. И по поводу этого не переживайте, если вы не знаете китайский язык. Если университет говорит, что мы в основном фокус делаем для начинающих, значит университет, соответственно, готовится, да, то, что студенты совсем не знают китайский язык, да, у них могут быть плохой английский. Ну, соответственно, поэтому я не набираю таких лучших преподавателей для того, чтобы они могли донести, чтобы информация была полезной и доходчивой, вот. Поэтому, да, необязательно знать китайский, также там английский, да, очень хорошо. Потом там здравствуйте, до свидания, налево, направо, этого достаточно, если говорить на английском. А потом уже все, обучение будет полностью на китайском языке. По поводу стоимости. Обучение 4 тысячи юаней в год. Здесь идет со скидкой. И, кстати говоря, хочу отметить, что данная скидка делается только для студентов China and Global. Так как мы являемся официальными их партнерами, они предоставили нам скидку. Вообще обучение стоит 6 тысяч юаней в год, проживание 4 тысячи юаней в год. Но для наших студентов обучение 4 тысячи, проживание 2 тысячи юаней в год. Это все оплачивается по приезду в университет. Если обучение онлайн, то в этом случае оплачивается только за обучение. Регистрационный взнос 500 юаней оплачивается только один раз для пачи документов. Это то есть все есть везде. То есть для того, чтобы рассмотрели ваши документы. Оплачивается на прямую университету. Далее по приезду. Медицинская страховка. Допустим, вы проходите медосмотр здесь, у себя в стране. По приезду надо будет пройти флюорографию еще раз и сдать кровь. И после этого уже делаете страховку. Далее вид на жительство 800 юаней. Что это такое вид на жительство? Это получается студенческая виза. В первое время, когда вы еще у себя в стране получаете визу, вам дается виза только на один месяц. Это как виза для въезда. Далее, когда вы уже приезжаете, университет организовывает поездку. Соответственно, на визовый центр собирает всех иностранных студентов. И далее уже делаете вид на жительство, то есть студенческую визу, которая выдается на один год. Залог за общежитие. В Ананкине есть залог за общежитие. Во многих университетах это тоже есть. Оплачивается тоже, когда вы будете оплачивать за обучение и проживание. Но тут нужно также учитывать, что когда вы будете оплачивать, тогда нужно говорить кассиру, что вы оплачиваете отдельно залог за общежитие, чтобы вам все вместе не почитали. И в итоге, точнее, в конце, когда вы уже закончили языковой год, вам смогли вернуть этот залог. Это важный момент тоже. Да, записывайте. Далее. После того, как Нанкин стал бакалавриатом, они предложили нам, ой, точнее, университетом, они предложили нам программу бакалавра. Только одна специальность на английском языке, на китайском, я то сразу вам говорю, есть возможность поступить без сертификата IELTS. Опять-таки, только для студентов в China and Global. Когда вы будете подавать документы, возможно, будут тестовые вопросы для того, чтобы посмотреть на уровень знания английского языка. То есть вы потянете специальность или нет. То есть это, на самом деле, отличная возможность без сертификата. То есть кто-то, если не успел, у кого-то не получилось сдать. Хотя, в целом, казалось бы, вы хорошо знаете английский, да? И можно будет в NIT. Специальность, как я говорила, уже одна – это международная экономика и торговля. И учиться по данной специальности в Китае, на самом деле, ну, отличный вариант, на самом деле. Очень хороший. Так как вы знаете, да, Китай в основном поставляет товары, у них свои фабрики и так далее. И, соответственно, данная специальность у них очень актуальна. И много иностранцев как раз-таки. Наши студенты выбирают именно вот эту специальность. Обучение стоит точно так же, как на языковой код. То есть 4000 юаней в год за обучение, проживание – 2000 юаней в год. И со второго курса можно подать на другие виды гранта. Да, там есть полный грант. Вы можете также подать со второго курса на полный грант. То есть на бесплатное обучение и проживание. А вообще вот это вот обучение со скидкой, оно дается на все 4 года бакалавра. И, кстати, тут тоже такой момент. Соответственно, любой грант нужно подтверждать хорошую успеваемость. В данном случае 80-85%. Да, это был Нанкин. И также сейчас я хотела бы после проживания показать столовую Нанкина. Для того, чтобы вы посмотрели в целом, как все это там выглядит. И давайте сначала начнем с проживания. Проживание, как я уже говорила, обширитие для иностранных студентов находится на территории университета. То есть куда-либо там снимать отдельно, куда-либо ездить, у них необходимости. То есть отдельно идет обширитие для китайцев, огромные такие, и уже отдельно для иностранных студентов в свои вахтерши. В Кунете проживают по двое, по двое студентов. И также здесь каждый день проверяют чистоту. Это проверяют в основном АИшки, соответственно, то есть вахтерши, да, каждое утро приходят, проверяют. Это опять-таки, да, то есть ответственность перед собой и перед другими. То есть это дисциплина, на самом деле. И это все как бы учит, да, студента быть самостоятельно. Вот, также такой момент, то, что готовить не разрешается. Вообще ранее можно было готовить, но, видимо, ребята, которые учились до этого, не знаю, не соблюдали чистоту или же по технике безопасности, и после этого в общежитии готовить нельзя, не разрешается. Вот. Ну, как вы можете видеть, по фотографии в целом есть все необходимое. Как я уже говорила, вместо отопления там кондиционер, кондиционер он в каждой комнате. И также стиральная машина, балкон, все необходимое там есть. Здесь также во всех университетах есть коммунальные услуги. То есть это вот, когда вы включаете кондиционер, да, там, не знаю, стиральная машина, там, в душ, в душ попользоваться все, это стоит деньги. То есть если душ, это 5 юаней, оплачивается студентской карточкой. А в целом за свет, за воду и так далее выходит месяц всего 20 юаней. А зимой выходит 60 юаней в месяц. Потому что 60 юаней, это опять-таки из-за того, что включается кондиционер, ну и, соответственно, да, утратится свет и так далее, и зимой немножко больше выходит коммунальные услуги. Вот, как я уже говорила, хотел бы вам показать столовую и найти. Вот когда даже наш руководитель Рассел приезжал к вынайти, он говорил, что вот он объездил очень много университетов, очень много городов, и говорит, именно вынайти, да у вас просто, не просто столовая, а именно ресторан, и вынайти их целых 4, это 4 столовые, и каждый находится в отдельных зданиях. Ну, то есть, второе – это отдельные здания, третье, четвертое – это отдельные здания. Как я уже говорила, во все столовые есть не только просто китайская еда, но и европейская. Поэтому в целом можете не переживать по поводу еды, а также за территорией университета есть уйгурская кухня, кстати, это везде буквально. Давайте посмотрим столовую и найти. Это вот третья и четвертая столовая. Это вот это здание, баскетбольные площадки и так далее, это все вот вектория Нанкина. Это только половина, кстати. И так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Здесь очень развита специальность логистика и очень много университетов, которые готовят по данной специальности. А также, соответственно, если вы хотите остаться и работать в Китае по специальности логистика, то Сианин – это отличный вариант. Далее, климат. Вот климат – это один из, наверное, по этим критериям студенты выбирают город, потому что он умеренно теплый, много осадков, то есть дождей. То есть те, которые не особо, бывая юг, не климатит из-за того, что опять-таки жарко и влажно, и им как бы не подходит. Или если седер Китая, то зимой очень холодно. Это опять-таки не климатит. И многие выбирают Сианин именно потому, что там все умеренно. То есть и зимой не так холодно, и летом не так жарко. И плюс еще есть дожди, соответственно, там много не бывает особо и не так пыльно. И также, как и во всех городах Китая, очень много зелени. И один из причин, почему студенты выбирают Сианин – это опять-таки из-за климата. Как я уже говорила, Сианин готовит в основном таких специалистов, как архитекторы, дизайнеры, IT, авиация, биология, химия и т.д. Да, в целом, это информация о Сиане. И давайте посмотрим видео про Сиане. Сиане. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Если при университете, там вопросы будут не такие уж и сложные. В любом случае, для иностранцев всегда есть лояльность. Есть специальности. Здесь я указала, какие требуются учительские уровни и IELTS. И в основном, да, если бакалавриат, много специальностей на китайском языке. На английском не так много. Здесь вы можете сделать скриншот экрана. Бакалавриат, как и везде, длится четыре года. Надеюсь, всем все видно. Главное, чтобы было четко видно, чтобы вы смогли для себя сделать скриншот и потом уже в дальнейшем еще раз пересматривать. И далее магистратура. Магистратура в целом условия те же, кроме дополнительно требуется документы. Опять-таки несколько, там, три-четыре штуки больше, чем на бакалавриат. И также HSK. В основном в Китае на магистратуру требуется HSK пятый уровень. И такой момент магистратура в Китае длится два с половиной, три года. Там не два года, там два с половиной и три года. Здесь в магистратуре, как вы можете заметить, больше специальностей на английском языке, нежели чем на китайском. Почему? Потому что, опять-таки, многие, допустим, не могут осилить пятый уровень, но у них хороший английский. И есть такая возможность поступить на полный грант еще со стипендий в топовый вуз на английском языке, сдать при университете экзамен английского языка. И, соответственно, университет понимает, куда больше спроса, если магистратура в основном спрос на английском языке, нежели чем на китайском. Но в целом есть как на английском обучение, так и на китайском. Если вы хотите продолжить обучение после бакалавриата в данном же университете магистратуру, пожалуйста, вам будет больше лояльности и больше шансов поступить обратно-таки по гранту. И магистратура, кстати говоря, если вы поступаете по гранту и вам назначается стипендия, стипендия более 3000 юаней в месяц. На магистратуре всегда стипендию получаете больше, чем на бакалавриате. И проживание. Проживание на территории кампуса, как я говорила, как и во всех университетах Китая. Есть, конечно, исключения отдельные. Здесь есть двухместное размещение, четырехместное бюджетное общежитие и улучшенное гостиничного типа. В основном вас заселяют на двухместное размещение, на бюджетное общежитие. Если вы хотите улучшить свои условия, то вы можете дополнительно оплатить и, допустим, переехать в общежитие, допустим, отельного типа. Сейчас вот, который сверху находится, красными кирпичами, да, это вот бюджетное общежитие двухместное. Сейчас рассмотрим, как оно выглядит внутри. Самое главное в Абью есть отопление. Те, кто был в Китае ранее зимой, думаю, это точно оценят. Ну и в целом ребята, которые собираются поступить, это на самом деле такое, знаете, то, что есть отопление, это огромный плюс. Все равно, когда нет отопления в комнате и так далее, это холодно, немножко дискомфортно. комфортно, вот. Душ, туалет, фраковина, все есть, да, то есть все удобства буквально, а вот это вот является более улучшенным, то есть отельного, гостиничного типа, общежитие, которое находится внизу, фотографии, ну тут в основном идет одноместное, даже можно, кстати говоря, но тут уже смотрите по бюджету, это вот гостиничного типа также, все это находится на территории университета. Так, давайте рассмотрим это ближе, вот обычное общежитие, которое предоставляется университетам для тех, кто поступил по гранту. Готовить можно, стирать, убираться, холодильники, все это есть, все удобства. Я думаю, это один из основных плюсов обучения в Китае, то, что все есть на территории, очень много видов гранта, все условия буквально, уж здесь не хочу, да. Последнее видео, NPU, которое недавно опубликовали у себя на странице. В NPU набор документов начался еще 15 ноября. Кстати, на грантовые программы набор документов начинается очень рано, особенно если это топовый вузы, а в NPU желающих поступить очень много. Поэтому, да, учитывайте, если вы хотите все-таки поступить уже в NPU, уже собирайте документы. С декабря мы уже начинаем теребить всех наших студентов, для того, чтобы они уже отправили нам те документы, которые уже должны быть готовы на этот год. И также советую вам уже подготовиться и решиться с программами или университетом, куда бы вы хотели бы посидеть. Переходим в следующий город, Чензинь. Знаете, вот, когда я была в Китае, я очень хотела посетить... Первый город это был Циндау. Вот, очень красивый город. Это Европа, в Китае считается Циндау город. И второй это был Чензинь. Очень красивый город. Когда-то был колонией Великобритании и Франции. Вот, и даже в дальнейшем, когда будет видео, вы можете подумать, что это как Вашингтон, не знаю, как Нью-Йорк, да, по фотографиям. Вот, это все в Чензине, огромный город, где проживает более 14 миллионов человек и находится неподалеку от Шанхая. Так, давайте посмотрим. Чензинь, который строится, постоянно развивается. Как я уже говорила ранее, находится в 30 минутах от Пекина на скоростном поезде. Также поблизости находятся вот такие города, как Далян, да, точнее, находятся города Цинкандау, Цинкандау, Харбин, где вы также можете зимой или же летом поехать в эти города, посмотреть. Вот, ну и также то же самое в Пекине, посмотреть Великую Китайскую страну. Далее. Самое главное, есть центральное отопление. В Цензине из 100, наверное, 75% в зданиях есть центральное отопление, так как, ну, все-таки это уже север считается, Китая, и зимой, да, холодно. Есть все четыре сезона. Ну, и, соответственно, немножко зимой холодно, да, ветрено, а летом, на юге Китая, жарко, влажно, вот, это все в Цензине наблюдается буквально, но благо то, что, опять-таки, зима там длится недолго, да, но она не так уж и заметна за счет того, что есть отопление. Также в Цензине находятся несколько мировых университетов, один из них, это Цензинский университет, Цензиндачуэ, у нас есть также в программах, на платной основе, но есть вентам, также можно будет в Цензиндачуэ, то есть в самый топовый рейтинговый университет. Также университеты Цензиня готовят таких специалистов, как переводчики, лингвисты, авиация и анимация, но в целом на севере Китая в основном готовят именно гуманитарий, то есть переводчики, международные отношения, да, лингвисты, это все в основном на севере Китая, и Цензин, соответственно, когда также в этот список входит. Но в дальнейшем мы будем говорить именно об университетах, Цензин и университетах технологий, в котором в основном готовят именно инженеров, ну, как технологии, да, соответственно. Но в целом, почему стоит выбрать обучение в Цензине? Помните, я вот говорила про Нанкин, что если это юг Китая, Нанкин это золотая середина, если север Китая, то это Цензинь, золотая середина. В отличие от того же Ценхандау, который, казалось бы, не такой стратегически важный город, но Ценхандау даже дороже, чем Цензинь. И наоборот, там и гранты есть, и по стоимости не так дорого, да, и очень хорошее расположение. И поэтому я говорю, что это вот Цензинь золотая середина на севере Китая. И давайте посмотрим видео про Цензинь. Цензинь золотая середина. Цензинь золотая середина. Цензинь золотая середина. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 проживание здесь такой момент во многих университетах проживание вне кампус да но есть также общежития которые находятся на кампусе но она стоит платные и кстати говоря у них общежитие гостиничного типа все условия отопление кондиционер телевизор вот телевизор не по многих университетах есть кстати говоря в китае считается роскоши если вы увидели общежитие для самих китайцев вы бы наверно просто пахнули потому что там они в комнате живут под шестерами идет двухместный можно готовить и стоимость в месяц месяц именно вне кампуса однокомнатная бюджетная квартира от двухкомнатная квартира до двух в основном студенты как делают они трое по четверо вот набираются и снимают допустим вне кампуса и соответственно вот это вот допустим стоимость 1000 юаней делится на четырех или на троих сколько вас там будет проживать но учитывайте да то что вы даже можете проживать на территории так как у нас метод опять таки есть все условия стиральную машину можно готовить пожалуйста без проблем только вы найти у нас нельзя готовить это все для иностранных студентов здесь получается можно сфотографировать это вся территория университет технологии и как раз таки можете заметить здесь написано international student dormitory это общежитие для иностранных студентов и предпочтение это у нас языковой год это уже завершаем нашу онлайн выставку список документов на языковой год и список документов на бакалавриат те которые хотят поступить на магистратуру вы пожалуйста тоже напишите нам по менеджерам мы потом еще дополним но в целом там список как на бакалавр если магистратура только там добавляется еще несколько пару документов скажем так языковой год как таковых требований нету HSK, IELTS ничего не требуется если только это не государственный грант где бесплатное обучение и проживание и 2500 ювана стипендия то есть это программа 1 плюс 4 туда требуются HSK и 3 или же это университет университет где обучение также начинается только для продолжающих там уже требуются HSK и 3 а так на другие программы сертификат HSK не требуется то есть это все для тех кто поступает на языковой год с нулевого уровня далее если бакалавриат то тут же видите да здесь уже требуется HSK соответственно какое-то зависимости от университета то есть ну конечно есть варианты допустим можно будет поступать без HSK но в любом случае либо HSK либо IELTS сертификаты которые требуются также дополнительно награды сертификаты дипломы это обязательно вообще обязательно рекомендательные письма минимум два письма от любого преподавателя даже если вы прошли языковой год вы также можете попросить у учителей для того чтобы они написали вам рекомендательные письма и в дальнейшем мы это уже можем приложить в портал университета документы все должны перевестись на английский язык и нотариально завериться там есть исключения допустим если это Чанша языковой год документы должны быть переведены на китайский язык но это у нас только в Чанша в остальных требуется перевести на английский язык все документы желательно нам в отсканированной версии то есть в виде формате нам оригиналы документов не требуются так вы пожалуйста сфотографируйте для себя скриншот и нужно даже учитывать то что документы имеют срок годности в основном справка о несудимости что еще медбланк они действуют только 6 месяцев да на этом все можете пока задавать вопросы а я наверное зайду в чат и буду потихоньку уже отвечать я думаю я видела вопросы которые задавались да я еще начала презентацию вот и надеюсь я уже ответила на ваши вопросы в целом Маев Абзал вот я видела да расскажите про общественный транспорт в этом городе я так поняла это был Нанкин но там я уже рассказала да есть и метро и автобусы и в целом стоимость начинается от 4 юаня до 15 юаня опять таки сколько вы проехали если на автобусе это 2 юаня далее возможно ли изучить китайский язык до 4 уровня за 4 месяца если усердно заниматься за 4 месяца ну можно но опять таки если на моем личном опыте я вот как раз таки с 0 уровня поступила в НТ я сдала HSK через полгода в феврале 23 числа я сдала HSK 4 уровень с 0 уровня и да я получила сертификат поэтому вполне реально готовьтесь даже за год можно получить 5 уровень это конечно сложно но опять таки если вы хотите поступить на грант получить грантовые места конечно старайтесь это нереально все зависит от вас абсолютно и и начальник Продолжение следует...